Всем утро доброе! У нас 7.30 утра, и мы с Яной собираемся выезжать в школу. Слышите, как она там кряхтит у меня под ногами, одевает обувь. Так, одеваемся очень тепло. Кто бы сомневался, что ты именно так будешь делать. Одеваемся очень тепло, потому что на улице опять похолодание, снега пока нету, и вроде не обещают, но очень холодно. А еще я сегодня пыталась нарисовать стрелки, потому что я не умею их рисовать. Ну не знаю, получилось ли у меня или нет, решать вам, можете написать в комментарии. Вообще есть что-то у меня похожее на стрелки на глазах? А у меня есть стрелки. А у тебя есть чубчик какой-то посередине. У меня есть чубчик. Все, всем хорошего, отличного дня. Мы поехали работать и учиться, да, Янка? Это я на твой рок-единорога волшебный. Прогреть машину, довезти ребенка в школу, приехать на работу, открыться, все включить. Все это заняло у меня 20 минут, и я уже на работе. Я заварила уже кофеечек, настроение отличное, ехала, пела громко-громко песни. Почему я это делала, вы узнаете чуть позже. Ну, в смысле, не почему я песни пела, а почему настроение у меня такое классное. Чуть позже смотрите влог, не переключайте. И вы обо всем узнаете первыми, ну почти, в сторис, наверное, уже раньше узнаем. Ну вот и наступил тот самый счастливый момент для меня, который я так долго ждала. Сейчас я иду, наконец-то, выполнять свою мечту. Ну, в общем, да, мечту, причем уже не раз вы видели меня с моей мечтой. Но в этот раз я решила вернуться. И решила я вернуться обратно к длинным волосам. Зимой я просто не могу нормально смотреться в зеркало. Я ходила, я мучилась, я пересматривала свои видео с длинными наручными волосами и понимала, что нет, не могу, не могу, я хочу обратно длинные волосы. Мои волосы, к сожалению, не растут той длины, которую я хочу. И вот сейчас я иду в салон театра причесок, чтобы девчонки все сделали. В общем, ведем репортаж с места событий. Сейчас я пока показываю себя, пока у меня Аня, мой мастер, вот, познакомьтесь, изучает, как отросли мои волосы, что там с ними произошло за тот период, пока я не наращивала. И хочу немножко с Аней пообщаться, вот, как раз на тему наращивания, потому что точно знаю, что много кого из моих зрителей это интересует, так как очень было большое количество раньше сообщений на тему нарученных волос. Так, ладно, тогда давайте я чуть-чуть повыше сделаю как-нибудь камеру, наверное, чтобы вы и Аню тоже могли видеть. Первый вопрос у меня такой будет. Ну, многие вообще считают, что наращивать это все плохо, это очень сильно вредит волосам. Но, опять же, есть ли какие-то показания к наращиванию, когда наоборот мастер может посоветовать наращивание человеку? Ну, показания – это, наверное, желание больше клиента, когда хочется густоты, когда хочется объема, длины. Уже мастер подбирает, исходя из особенностей клиента, именно вид наращивания. Есть наращивание как холодное, так и горячее, капсульное, ленточное. Поэтому все зависит от исходного материала, скажем так. Но наращивание на косичку, американское, так сказать, наращивание… Это то, что мы будем делать мне? Да, да. Оно считается самым-самым щадящим. Оно подходит для очень тонких, для мягких волос, скажем так, для детского волоса практически. Потому что волосы… Детские волосы? Мне только что сделали еще комплименты. Обычно говорят, что я выгляжу молодой, а сейчас сейчас говорят, что волосы у меня детские. Вот. То есть тут волос не капсулируется, не пережимается скобами, не в клею. Это плетется просто плотно косичка к коже головы. Мы просто… Позже покажем, как все это будет у нас выглядеть. И просто пришивается к косичке. У меня волос свой очень тонкий, правильно? Да. И он у меня-то в принципе-то не растет длинный. То есть в моем-то случае, как раз-таки, если я мечтаю о длинных волосах, у меня единственный способ – это только наращивание. Да. Вот. Вот то, что я хотела услышать, что иногда показания бывают. Если вы хотите все-таки длинные волосы, но у вас ваши волосы, к сожалению, не растут, либо очень тонкие, просвечивающиеся, как у меня, то вот получается, что наращивание, да, надо делать. Для меня вот это вот американское, которое мы сейчас будем не делать, оно действительно оказалось самым безопасным. у меня не лезет волос, у меня не ломается он. То есть мы, когда снимаем их, вот ты же помнишь, когда я сюда приходила, мы потом просто… Единственное, ну, лечение все равно делали, но волос, в принципе, нормальный. То есть он даже, по-моему, не сечется в этих косичках, да? То есть вообще ничего нету просто. И это, кстати, хороший способ для тех, кто хочет отрастить свой волос, наверное, пока короткий, и можно так делать, а свои-то все равно растут. Как часто коррекцию надо делать с наращиванием? Это все зависимо от индивидуальности носки, скажем так, но обычно 3-4 месяца, если мы говорим про американское наращивание. Некоторые уходят до полугода. Так оно же отрастает сильно, нет? Или это как у кого растут волосы? В зависимости у кого какой рост волос. Если, конечно, волосы растут быстро, то, естественно, надо прийти пораньше. Хорошо. И последний вопрос, чтобы уже Аню не сильно не отвлекать. Вопрос такой. В общем, мне тут в комментариях писали, что вот эти волосы, которые наращивают, это волосы убитых молодых девушек, живущих в Индии, что там чуть ли не целая сейчас банда, которая вылавливает молодых девчонок, убивают их ради этих волос. Вот расскажи мне, пожалуйста, неужели вот такие ужасы творятся в сфере красоты? Это все мифы. Я вам скажу, что в Индии очень много, во-первых, да, я скажу, что Индия – это основной, скажем, рынок поставки волос для наращивания. Но там большинство девушек просто сдают свои волосы добровольно, когда очень много храма именно сдают эти волосы, когда женщина идет в храм, посвящает себя своим верованиям Богу, вот, их там подстригают. Это все добровольно. Тем более, скажем так, что стричь волосы можно же, не обязательно это все делается налосо под коленку, грубо говоря, да. Большинство у Индианок волосы действительно длинные, там, до пупы, до пят, но можно же их состричь до плеча, и все равно длина останется. Поэтому, то, что там орудуют какие-то банды, или волосы срезаются, еще есть такие мифы, в морге, это все бред. Во-первых, в морг молодых женщин попадает очень мало, вот. И специально их для этого никто не убивает, то есть, это абсолютно, это программа НТВ называется, кто-то насмотрелся НТВ и после этого думает, что теперь вообще ничего делать не дитя. На самом деле, очень много, много добровольцев, которые реально хотят избавиться от своей копны, от своей косы, и очень много сейчас салонов, которые платят за то, что вы сдаёте свои волосы. Ну, волос же обрабатывается, после этого. Волосы все обрабатываются, дезинфицируются, в специальных, так сказать, заводах это всё делается, они классифицируются, там, связываются в хвосты, красятся, опять-таки, вычесываются, обрабатываются, то есть, обработка там очень-очень серьезная. Поэтому... Ну, и для тех, кто, в принципе, боится натуральных волос, есть всегда волосы искусственные, синтетические? есть искусственные волосы, их делают и из водорослей, и, скажем, искусственных, так скажем, пластмасс, но они выглядят немножечко по-другому, они более тяжелые, это наращивание тогда идет уже более капсульное для волос, которые более жесткие, тяжелые, вот, и эти волосы используются больше в шиньонах, в париках, в тресах, которые на заколках, то есть, это не для наращивания больше. Спасибо большое, все, мы начнем. У меня такой промежуточный вариант, все, я уже, нижняя часть у меня вся заплетена, и начинаем уже основной процесс пришивания волос к моим волосам. Та-да-да-дам! Ну вот, все, я теперь длинноволосая, это знаете, как сказала бы моя мама, которая вечно мне говорит, что Оль, у тебя все не как у нормальных людей, нормальные люди как в салон ходят, идут с длинными волосами, выходят с короткими, а я наоборот, иду с короткими, возвращаюсь с длинными, и я счастлива, в общем, я очень-очень рада, сейчас можно будет их и накрутить, и сделать какие-то и кудри, и вот эту вот мою волну, которую я люблю делать, и в общем, все, теперь у меня будет классно, теперь у меня будет, я по крайней мере буду с радостью смотреть вот в отражение объектива своего фотоаппарата, либо в зеркало, но что-то, что было, это было такое, не, летом нормально, это я уже Маринке рассказываю, у меня Мариночка здесь уже пришла, вот, я с вами общаюсь одновременно, и с Мариной, летом нормально, летом оно даже и хорошо, что у меня там не так много волос своих, вот, ну, то есть, а зимой, зимой холодно, и не укладывается, так что вот, вот, я это сделала, никому ничего не говорила, для всех сюрприз, но опять же повторюсь, для тех, кто смотрит мои stories в инстаграм, вы уже обо всем знаете, вы узнали самыми первыми, ну, а все остальные мои зрители узнали уже следующими, так что вот такие вот волосы, все, ладно, мы с Маринкой в чай будем, заехала домой, тут Янка сейчас собирается на лепку, я ее повезу, на улицу, слушайте, сильнейший туман, вообще, не знаю, ну, тихонечко поедем, пораньше выйдем, я себе тут, точнее, Яночка, мне наварила этих вареников с творогом, обрадовалась, так, когда увидела меня с длинными волосами, говорит, все, теперь я тебе тоже буду косички заплетать, в общем, будем друг другу делать прически, сейчас перекушу, что вам еще пока рассказать, расскажу вам, наверное, надо ли ухаживать за волосами, за этими нарощенными, видите, у нас у меня такой влог для девчонок в основном, мальчишек, наверное, он мало будет интересовать, хотя, вы тоже послушайте, а вдруг у вас девушка нарастит волосы, либо захочет длинный, а вы бац, и все знаете, представляете, какой вам бонус сразу для девчонки, для вашей, так, по поводу ухода, уход за этими волосами, на самом деле, очень серьезный, а то и даже более серьезный, чем за своими обычными, мой я обычно 2-3 раза в неделю, каждый раз дополнительное увлажнение, дополнительные маски на разглаживание и на питание этого волоса, чтобы подольше его носить, помимо этого, мытье волос, никогда, если у вас наращены волосы, нельзя мыть, опустив голову, там, в ванну, в раковину, только теперь, вот стоя под душиком, ровненько, чтобы водичка вот так стекала, то есть, переворачивать голову нельзя, и сушить головой вниз тоже нельзя, только вот уже сушите, когда феном, обязательно пользоваться тоже термозащитой, специальная расческа должна быть для наращенных волос, да, я рассказываю о том, что длинные волосы, это очень большой ход, но в принципе, вы знаете, как вам сказать, большой ход, я с Янкиными волосами ухаживаю, в принципе, точно так же, у нее есть своя расческа, у нее обязательно масочки, обязательно разные сыворотки, маслица, то есть, все то же самое, надеюсь, это кому-то было полезно, надеюсь, это кому-то было интересно, ну, по крайней мере, ну, пока мы пользуемся вот этим средством для волос, а расчесочка, у нас танглтизер, я покупала Янки, и вот для наращенных волос эта расчесочка тоже подходит, вот, зачем ты меня все пшикала, я же ей собрала, здесь мои вареники, мне что, сейчас буду с понтином есть вареники свои, не, вы слышите, вообще, гудите, ладно, в общем, давайте, я сейчас тогда перекушу, пока Янка меня заплетает, пока Янка меня заплетает, и будем собираться, поедем на лепку, я опять в атмосфере своего рабочего магазинчика, рабочего пространства, Яночку завезла, у нее уже начались занятия, по лепке, не хочет она никак пропускать, я ей сказала, говорю, Яночка, давай ты только по пятницам будешь ходить, все-таки до девяти занятия, и спокойно доедем, поужинаем, ляжешь спать, в субботу, никуда просыпаться не надо, а вот сегодня, среди недели, во вторник, сложно, потому что пока доедем, опять же, поужинаем, ляжем спать, а завтра очень рано вставать, но Янка говорит, нет, мам, мне очень нравится, ну, раз ей очень нравится, тем более, я вам говорила, что это очень полезно для детей, пусть занимается, в общем, завезла, приехала сюда, и, потому что, ну, не вижу смысла куда-то ехать, сейчас город забит, пробки такие, из-за этого тумана, я вам говорила, что туман сильный, не помню, в общем, туман очень сильный, и чего я буду уже туда-сюда мотаться, я решила остаться, посидеть в магазинчике, вот Мариночка уже собирается домой, она поедет домой, а я здесь побуду, а вдруг еще люди зайдут, захотят каких-нибудь цветочков, романтики, вечерние, я тогда здесь, на месте, предложу чего-нибудь, потом заберу Янку, и потом поедем домой, там надо еще уроки доделать, она не все сделала, помогу ей сделать уроки, заодно в это время сяду сразу видео монтировать, и ляжем спать, в принципе, это вот как бы планы такие, но я пока не прощаюсь, потому что посмотрим, как оно будет, сижу сейчас в машине, абсолютно одна, жду Янку с Димой, они пошли в пиццерию, дело в том, что мне сегодня прислали сообщение, что по вторникам у них акция, берешь пиццу, вторую получаешь в подарок, в общем, будет меня мама ругать, если посмотрит это видео, потому что, в принципе, я последнее время запрещаю такую еду вообще Янке, но сегодня уже полдесятого, мы вот только подъезжаем к дому, ну и решили, что все-таки, наверное, возьмем тогда пиццу, чтобы ничего уже не готовить, чтобы быстренько перекусить, доделать уроки, я смонтирую за это время видео, и ляжем спать, так что жду их, Янка побежала тоже вместе с Димой забирать, Дима говорит, посидите все в машине, а она ни в какую ей сам факт, зайти в пиццерию, для нее это уже много значит, вот что значит дети, вот, ну давайте, наверное, я не знаю, на этом, может, и попрощаюсь с вами сегодня уже, потому что, чтобы дома по-быстрому уже сразу сесть за компьютер, спасибо большое, что были со мной, завтра целый день работаю, буду очень стараться для вас снимать, посмотрим, какой будет день, насколько он будет активный, и насколько будет, что вам снимать, в любом случае не грустите, не забывайте проверять мой инстаграм, подпишитесь, если еще не подписаны, ссылочка всегда есть в инфобоксе под видео, с вами была Оля, спасибо еще раз большое за ваши лайки, комментарии, подписки, я вас очень сильно люблю, пока-пока,